Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Сколько раз можно освящать жилище? Жилище православного христианина должно всегда иметь признаки благословленности, должно быть местом не осквернения, а благодатного с Богом пребывания. Если в доме в порядке вещей молитва, если в доме не допускается нечестие, если в образе жизни домочадцев христианские идеалы торжествуют, то жилище это однажды благословленное в результате совершения чина благословения жилище, то и хранится в нем Божья благодать. Как вы обратили внимание, не в стенах, окропленных святой водой и помазанных на четыре стороны освященным елеем, а среди тех, кто по слову молитвы, стихиры, которые исполняются во время этого благословения жилища, благочестно жить и хотящих в нем. Благослови, Господи, дом сей, исполни его земных твоих благ, и в нем благочестно жить и хотящих от всякого злагообстояния неврежденно сохрани. Вот в чем заключается молитва благословения жилища. Речь не идет о каких-то недостатках или избавлении от пыли, от мягких предметов, вылетающих или устойчивости табуреток, если они особенно произведены не слишком старательным плотником, но речь идет о том благодатном состоянии домочадцев, которое и нуждается более всего в благодати Божьей, и принимает эту благодатную помощь по молитвам Церкви. Вход священнослужителей, судя по другому песнопению, чин и благословения в древности, не одним, а собором священнослужителей совершалось это благословение жилища, привлекал туда, конечно же, благодатную помощь Божью, силу, которая при вере живущих в нем действовала очевидно, явно, избавляя под единым кровом обитающих от ссор, от всяких нашествий наплеменных, огненного запаления, землетрясения, именуемое в церковнославянском языке трусом, и более всего служило для того, чтобы, обратившись к Господу всем сердцем, не отступали от своего упования, а живущие под единым кровом, окруженные этими стенами. Таким образом, чин благословения жилища совершается в начале поселения в дом, и повторять его, именно этот чин впоследствии, нет никакой необходимости, ибо это как раз в церкви установлено единократное в связи с началом вхождения в дом чинопоследование. Но это, конечно же, не окончание молитв в этом доме, а только начало, и в том числе и священнических молитв, если в обязанности православного семейства входит в совершение утренних, вечерних молитв, чтение одной кофизмы в день, священного писания Нового Завета ежедневное, то периодически в какие-то дни для этого подходящие, хорошо пригласив священника, помолиться вместе с ним и об умножении любви в доме, или об исцелении недугающих. Некоторые современники рады видеть священника приходского у себя в гостях, батюшка, приходите отобедать. А батюшка и год, и два почему-то не идет, потому что батюшку бывает и дома неплохо, матушка кормит, или прихожане заботливые. А вот посещение дома очень удобно, как советовал Иоанн Кронштадтский, посещение священником совместить с каким-то молитвенным трудом, с чином, если не благословения, на вхождение в новый дом, то во всяком случае молебна, быть может, водосвятного, молебна просительного, в котором те духовные блага, которые необходимы для нашего спасения и для благоденствия семейства, мы бы для Бога и спрашивали. Поэтому нет препятствий для частого совершения всякого рода молебных пений в своем доме, под крышей дома своего. Но это не то же самое, что и совершение вот этого чина благословения в жилище после того, как оно достроено или приобретено после других людей. А вот это молитвенное делание, пребывание в благочестии в доме, а благочестивое христианское пребывание в чем состоит? Это либо целомудренная жизнь, либо законное, венчанное православное супружество, которое является, конечно же, примером благочестия и для внешних, для окружающих, и для потомства. Ибо ни одно и то же родиться в светском браке, а то и вовсе сожительстве, которое сейчас называют почему-то браком, или родиться как чадо законного, благословенного, венчанного супружества и быть внесенным в дом, в котором живут венчанные родители, где и дитя получают особые благодатные силы для возрастания в вере, надежде и любви. Потому, помня, Псалом 90-й живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водвориться. Будем помнить, что призываю всегда помощь Божию, и не только небесные кровы со временем отвергаются для верных, но и кровь домашней будет хорошей духовной крепостью для сохранения всего прекрасного в нем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok